привет ребята зовут меня то живу я в израиль на сегодня мы гостим на моей малой родине в литве сейчас мы находимся в районе тракай на горе ангелов как указано в описании место для духовного подъема людей кому это нужно кто это верует вам сюда пойдемте немножко пройдемся осмотрим вот уже вдали видно озеро там тракайский замок поедем посмотрим и мне когда плод великого княжества литовского пойдемте погуляем на дворе март колонится уже концу шикарная погода теплым красота да вот это народные мастера конечно тут постарались ну как нетрудно догадаться тематика конечно же христианская кому на эту тему захочется посмотреть видео о иерусалиме вифлееме пожалуйста можете зайти на мой канал без труда вы найдете на рождество перед самым рождеством мы были там да место такое приятное сегодня мы путешествуем своим братом леносом для нас привет да для нас нас возит завез нас вот такое место нужен вот это виде конечно объединим самим тракайским замком зайдете посмотрите вот он там вдали на острове притаился подъедем все посмотрим все поснимаем давайте гулять получать массу удовольствие вместе с вами по просторам моей маленькой страны моей родины живы сказал в израиле но литва несомненно всегда будет занимать в моем сердце самое большое место потому что то родина потому что это дом хочу сказать что с момента моего отъезда в израиль множество конечно же случилось всевозможных вещей на литва похорошела литва похорошела литва стала таким местом куда теперь хочется приезжать смотрите какой я посмотрю красоту да давайте мы зайдем вот сюда абсолютно свободный можете приехать без труда найти это место это съезжайте с автострады на вельнос и буквально 5-6 километра будет это место можно погулять можно посмотреть да все это вырезано из сплошного дерева конечно люди молодцы народного мастера молодцы прямо скажем и были вот тут же мои те прекрасном краю отдыхали получали массу да все ну ты покачайся я погуляющих на прекрасном краю тоже снимали тоже путешествовали увидели многого интересного много любопытного что-то засняли повстречались с интересными людьми будем потихоньку выкладывать будем потихоньку делиться своими впечатлениями вместе с вами вот Ну что ж, включимся уже В Тракайском замке Я думаю, вы смогли составить себе впечатление О данном месте Поедем дальше гулять Листать книгу Под названием Литва Милости просим Ну что, ребята Как я обещал Вот он, Тракайский замок Конечно же, мы в него поедем Мы погуляем, посмотрим Но я хочу сказать Для тех, кто никогда не был в этих местах Сказать по чести Я сам второй раз в жизни здесь Но в данном месте, где мы стоим с вами Я никогда не был Брат мне подсказал, привезли Показали, я рад Здесь есть усадьба И вот как два брата-близнеца Замок Тракайский И усадьба Два разных поколения Истории Литвы Смотрят на друг друга С двух разных берегов озера Пойдемте погуляем Хочу сказать Что очень атмосферное место Такое, знаете Огромный парк Много прудов и воды Можно погулять Все тут доступно Все тут Разрешено Гуляй не хочу Воздух прекрасный Вид на Тракайский замок Пожалуйста, открывается отсюда Потом же мы, конечно, заедем И в сам Тракайский замок И уже и замка глянем На усадьбу Усадьба, по всей видимости Принадлежала Каким-то дворянинам Но Территория огромная Просто очень приятно Погулять оплачивает Тракайский зеркальский Тритория kein Воздух Тритория Стрик Тритория 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok пойдемте но как вы еще видите несмотря на то что март еще те лица чтобы сдать свои позиции март клонится к концу лед стоит сегодня плюс 10 я не могу нарадоваться вот этой прохладе но такой прохладе в ветвине две недели стоит такая погода весь мой отпуск супруга немножко надо мной подшучила перед поездкой в тракай я точнее саму литву супруга все смотрела что в израиле минус в израиле минус точнее в литве минус в литве минус в литве минус а получилось все наоборот тут где-то я оговорился но где-то я хочу сказать что у нас вызывали позавчера в горных районах шел снег то есть вот и делайте выводы в литве светит солнышко у нас в здраве идет снег да выдалось на удивление холодная зима а самое литве я бы сказал так это мой родной край и он действительно не перестает меня удивлять очень красиво честно сказать вы можете повсюду найти таких укромных уголочков где можно погулять для души для тела вижу на замик вывесили украинский флаг ну это в поддержку горящий безумием войны украины на всех госучреждениях в литве везде висят украинские плаги люди принимают беженцев люди как могут помогает негодяи политики сделали то с украины а люди простые протягивают руку помощь кто чем может которые совсем легкие были поменяли на другую модель без подкладки вообще да да но они попроще чем у тех это очень добрый девочка хороших новых не было Продолжение следует... Пойдемте, обойдемся в замок, посмотрим. Можно пешим маршрутом здесь погулять, насладиться. Только что мы были на этот прекрасный замок, смотрит не менее прекрасная усадьба, белокаменная, с огромным парком. Можете поехать и туда погулять, получите тоже массу удовольствия. Территория действительно огромная. Я заметил, что она потихоньку приводится в порядок. Ну что, посмотрите на величие некогда могучего литовского княжества. Такая была столица Литовой. Потом столица переехала уже в город Вильнюс. Ну, наверное, нетрудно догадаться, что замок расположился на острове, отделенном водой. Сами понимаете, для чего? Для обороны. Вот это вот... На сегодняшний момент такого плана укрепления уже не работает. Я живу в Израиле и могу с уверенностью сказать, что война – это очень страшно. Но это теперь более технологично, точнее, она технологична. Теперь уже не надо скакать на лошадях, чтобы нанести противнику уровень. Еще года не прошло с нашего последнего обострения, когда мы носились со всей семьей, все соседи, кто в трусах, кто в простынях, спасаясь от ракетных обстрелов, которые наносились по нашим городам. Это новое крепление. Хочу сказать, довольно-таки серьезное. Даже по сегодняшним меркам, да, ну, по всем законам того времени, есть внутренний замок, есть наружный замок. Все логично. Все по правилам. Посмотрите на высоту этих стен, ребятки. Ну что ж, пойдемте и дальше продолжим обход замка. Я хочу сказать, что, народ, здесь, конечно же, вы заметили, автомобилей нет, велосипедов сюда нельзя, по всей видимости. Территория маленькая, но там вот на подъезде, как я сказал, там крошечные улицы, и люди выжили максимум-максимум из этой территории. Ну вот это белокаменная усадьба. Посмотрите на нее. Только что мы были в ней, вы ее можете увидеть в моем виде. И я хочу сказать, что два этих величественных здания, усадьба и замок, это такой мост во времени, это говорит о некогда могуществе и величии литовского княжества. Конечно же, когда-то в средние века шалили литовцы, да, до Мертвого моря не дошли, но до Черного моря добрались их владения. Потом, вы знаете, с кем только они не воевали, со славянами, с крестоносцами. Потом Литва объединилась с княжеством польским. И, как по мне, на столетие, на столетие потеряла свой облик независимости. И вот буквально неделю назад Литва отметила годовщину очередной восстановления литовской государственности. Так как, по мне, с тех незапамятных времен до событий 90-х годов Литва утеряла свою независимость. То есть, только сегодня она по-настоящему, можно сказать, свободное царство государства. Все мы взрослые люди и мы понимаем, что мы находимся в зоне интересов огромных держав. Америка тут трет свои ладошки россияне. И я говорю о политиках. Я, ребята, говорю только о политиках. Они трут ладошки. Но если кто не помнит, можете зайти посмотреть, что и как случалось с этими буферными государствами. Их подминали под себя. Либо одна империя, либо другая. Одна-другой краша. То есть, это вы можете посмотреть на примере Украины, когда два могущественных государства решили потолкаться, переделить зону влияния и в результате огромное количество беженцев, огромное количество пострадавших от войны людей, погибших. Вот вам, как говорится, и поиграли в большую политику. Так что, я поздравляю Литву. Я поздравляю всех жителей Литвы с буквально неделю назад прошедшим Днем Независимости от всего сердца. Рад за мою малую родину. Рад, 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 рад. И еще раз рад. Чувствуете, как люди ценят первую очередь весеннего солнца. Народа действительно много. Народу действительно повсюду хватает. Хорошо, что у людей есть возможность провести выходной день в таком красивом месте. Вот собачек тут много. Вы заметили, сколько людей приехали сюда с собачками? Ну как? Понравилась вам прогулочка? Отпишитесь, подпишитесь, поставьте лайк, оцените мою работу. Понравилась ли вам прогулка? Всем удачи, всем пока, с любовью ваш Артур. И строкай из Литвы. Спасибо. Спасибо. Поехали.